Там мы писали, так сказать, формальные инструкции, буквы ничего не значили. Здесь это обозначение, которое используется в обозначении вектора. Да, спасибо, это правильно. Вот здесь можно написать RG. И здесь тоже, спасибо, это, конечно, написка. Если это было формально, я буду писать координаты этого вектора. Да. Вот здесь. Имеется такое поле, в котором идет координата y, а координата sinx, e, единица. Конечно, надо было писать здесь координаты этого вектора. Спасибо. Еще вопросы? Итак, счастье и радость, у нас есть сложение и есть умножение. Но это еще не полное счастье. Чего бы нам еще хотелось? Ну... Между прочим, Робин доказал это до еще не десятой проблемы. Поэтому он использовал задач американцев про экспонационный диафантового уравнения. Он писал третью программу для введения в степень. Я думаю, что вы теперь сами это можете сделать. Что? Потому что это делает себе бумажные дни. Я хотел бы еще сравнение. Нажение на целое число. Что еще? Нажение на целое число. Нажение на целое число. Давайте сделаем, скорее всего, более скромную вещь. Если имеются две машины, одна вычисляет одну функцию, другая вычисляет другую функцию, то мы можем построить новую машину, которая вычисляет вот такую функцию. Как это сделать? Вот имеется одна машина, Вот имеется вторая маффина с своими входными регистрами. А что значит вычислить обе функции и потом можно построить одну машину? Значит, мы можем не ограничиво считать, что здесь у нас... Давайте я сразу... Что здесь выходным был четвертый, здесь выходным был пятый. Что конечное значение регистр... Состояние этой машины и изначальное состояние этой машины. И мы дописываем эти инструкции. Получается объединенная машина, которая считает функцию, которая есть такая сумма. То есть сначала здесь работает первая машина, которая вычисляет здесь любое число не больше, чем значение первой функции. После этого мы переходим во вторую машину. Она считает здесь значение не больше, чем значение второй функции. И потом запускаются наши инструкции, которые считают значение не больше, чем сумма этих двух выходов. Да, мы здесь можем получить любое число не больше, чем значение первой функции. Здесь любое не больше, чем значение второй функции. Значит, складывая их, мы получим все меньшие значения. Понятно? Что дальше делаем? То же самое для умножения. То же самое для умножения. Если есть две машины, которые считают две функции, то мы можем построить новую машину, которая считает их произведение. Как это делать? Аналогично. Аналогично. Только надо позаботиться о том, чтобы выходные регистры были названы шестым и седьмым. Там мы просто дописываем эти команды и получаем машину, которая считает сумму. Итак, чего мы добились? Что? Получили мы, когда мы или не получили? Что? Какой? Мы получили какие-то странные многочлены. В них две странности. Какие? Что? Что? Значит, то, что мы получили, мы начали считать. Многочлены, в которых все коэффициенты единицы, те, которые не нулевые. И каждая переменная входит только один раз. Что? Приходы делить. Кого? Примерную. В общем, чтобы каждый переменный период несколько раз. Не понял, что вы хотите? Как вы делаете несколько одинаковых? Ну, я повторяю строчки, к примеру. Там, один машин, и как? Что вы увеличиваете сразу? Кто вам гарантирует, что вы до конца сперекопируете? Где-то делает цикл, пока не исчерпаете. А у нас нет условий окончания по нулю. То есть замысел правильный, но эффект будет не совсем тот, который хотелось бы. Ну, хорошо. Движемся в направлении, который предложил предложение. Вернемся к нашим исходным объектам диафантового уравнения. Далон диафантового уравнения. Имеется такая альтернатива, либо есть решение, либо нет решений. И мы не можем узнать, что имеет место. Я хочу заняться, так сказать, вычислением этого многочлена на шахтной машине. Какое первое препятствие? Коэффициенты у нас только половительные. Поэтому разобьем наш многочлен на два многочлена, где у каждого только положительные коэффициенты. И при этом я хочу разбивать не сам многочлен D, а его квадрат. Ради чего? Нет, я мог сам D разбить на две части и взять половительные члены и отрицательные. Я разбиваю квадрат многочлена D ради такого свойства. Этот многочлен всегда не меньше этого многочлена. Потому что эфират у нас есть этот квадрат. И теперь вместо альтернативы либо ноль, либо не ноль, я хочу рассмотреть более мощные альтернативы. Либо существуют иксы, при которых оба многочлена дают равные значения, либо всегда первый многочлен больше второго по крайней мере на единицу. Заденечка нам будет очень важна. Нет, нет, просто мы записываем это в удобном для нас виде. Теперь мы начинаем строить те машины, которые мы будем сравнивать на включение. Наш многочлен А мы можем представить в виде значения многочлена А' в котором аргумент повторен много-много раз. И все коэффициенты единицы... Значит, в ограничении А' формальной его записи все коэффициенты только единицы и каждая переменная, он от многих-многих переменных, входит только один раз. Мы представляем блоками x1, x1, x2, x2 и так далее и результате получаем наш многочлен А. Это несущественно, но это никак нас не ограничивает. Мы можем выбрать выбор таким большим, что нам хватит на все случаи жизни. А зачем мы это делали? Потому что многочлен А' мы уже можем вычислять на шахматной машине. Вот мы построим шахматную машину, которая вычисляет А' на шахматную машину. Вот шахматная машина. Вот шахматная машина. Я устроил такое избыточное обозначение. А. Это предназначение того, что мы строим эту машину по многочлену А. А штрих о том, что она будет играть... Там, когда мы сравним два коня по моему, она будет играть роль коня с одним штрихом. Значит, вот имеется машина. Это ее входные регистры. В нее имеется какой-то один выходной регистр. И вот здесь я делаю следующее. Значит, я считаю, что выходной регистр имеет номер m плюс 1. Где m это количество аргументов. Количество переменных в нашем уравнении. Но хочу и требую. Мне вот так удобнее для обозначений. Есть какое-то начальное состояние? Да. М плюс 1 отличается от всех лишек, да? Что? Да, да. Естественно, отличается. Более того, значит, я требую условия, что все остальные отличаются больше, чем m плюс 9. То есть я зарезервировал начальные индексы для специальных целей. Я добавляю к машине... Так. Вот это была машина, которая вычисляла а-штрих. А машина вот эта получается из машины, вычисляющей а-штрих добавлением вот таких инструкций. Вот. Объединенная машина обозначается k-штрих-a. Значит, что из чего получается? Значит, мы построили машину а-штрих. Для него построили машину, в которой заявили, что есть какие-то входные регистры, их много-много-много. И выходной регистр объявили в этой m плюс 1 регистр. И добавили к машине вот такие инструкции. Сейчас я буду с ними разбираться. И у новой машины начальным регистром объявили m плюс 2. Что? Что? Ну, как я говорю, что у нас какие-то важные регистры. Я зарезервировал начальные номера для специальных целей. x1, xm это регистр с первого по m. Они у нас будут играть специальную роль. Значит, мы начальным состоянием объявили m плюс 2. То есть мы начинаем работу с этой части. И тут мы бегаем m плюс 2, m плюс 3, m плюс 2, m плюс 3, m плюс 3 до m плюс 2. Так можно много-много раз крутиться. Поэтому мы каждый раз увеличиваем входные регистры, соответствующие x1 и первый регистр. Увеличим входные регистры, соответствующие xn и xn. То есть после выполнения всех этих циклов у нас на входы поступит какой-то набор здесь, одинаковый здесь и так далее. То есть получаем возможность набрать любой входной аргумент а в выходе будет некое значение не большее, чем значение нашего полинома А и любое не большее может быть там получено. Понятно? Что мы делаем дальше? И что? Что? Она вычислилась. Она вычислилась, но что нам с ним делать дальше? Мы же потеряли половину уравнения. Нет, нам нужно еще вторую. Да. Но на самом деле не с b, а с b плюс 1. Значит, мы для этого многочлена находим следующий многочлен B' и делаем ровно то же самое. Обращаю внимание, что я хочу, чтобы у второй машины тоже выходным был m плюс 1. И аргументы запоминаются в тех же самых x1, xm. Но только это второй машины. А остальные регистры отличаются. А, да, остальные регистры отличаются все. Значит, у них общими являются регистры с номерами 1, m и m плюс 1. Все остальные разные. Простите, но все-таки для понимания мы сейчас говорим про сходную структуру второго экземпляра машины пока что. Вторая машина. Ну да, то есть имеется в виду, что у нас есть для a, для b, они уже похожи. Да, для a, для b похожи. Значит, мы там строили тесто для a, а здесь мы строим для b плюс 1. Значит, у нас получилась машина вот такая и машина вот такая. какая из них более мощная по достижимости, по обновлению достижимости? Что? Вторая достижимость первого. А, понятно. Если уравнение разрешимо, то одинаковое. Если оно не разрешимо, то вторая более достижимость. все наоборот, по-моему. Значит, если уравнение имеет решение, то при некотором наборе значений x, значения a и b будут равны. Но при этом вторая машина может вычислить b плюс 1, а первая вычислить его не может. А помещают они в регистр с темным номером и та и другая машина. То есть, если уравнение имеет решение, то вторая машина может сделать нечто, кто не может сделать первое. А если уравнение не имеет решение, тогда еще не все очевидно. Тогда эта машина может вычислить вплоть до такой величины, а мы знаем, что а, по крайней мере, если решения нет, то а, по крайней мере, b плюс 1. То есть, в этом регистре тогда а и b могут посчитать, тогда а могут посчитать все то, что могут посчитать и машина b. Но проблема в том, что мы должны сравнивать не только выходные регистры, а все регистры вообще. Потому что, когда мы сравниваем по мощности два коня, мы сравниваем по всем координатам, не только по одной выделенной координате. И поэтому надо эти машины подправить. Давайте это сделаем. К машине, которая нам считала по а, мы добавим вот такой набор инструкций. Извините, а еще раз, повторите или вкратце, зачем вам сейчас что-то управлять? Значит, мы, я еще повторю. Если мы будем смотреть по содержимому уровня регистры с номером m плюс 1, то все хорошо. Если уравнение имеет решение, то здесь может оказаться величина, которая не может оказаться в машине a. Если решения нет, то все, что может машина b вычесть в этом регистре, может и вычесть машина a. Но это в одном регистре. В проблеме сравнения двух систем верхового сложения, или двух машин, или двух коней, мы должны сравнивать все координаты. Состояние достижимо в одном машине, достижимо в другой. Состояние, то есть поле достижимо в одном машине, достижимо в другой, по всем координатам. А мы не знаем при этом, что окажется в основных полях машины b. Но сейчас мы станем теснее, когда понятно, какие мы добавили инструкции. Для каждого регистра машины a, кроме вот этих выделенных регистров, где мы запоминаем аргументы и выход. Мы написываем команду, которая уменьшает. Значит, в качестве t возьмем новое состояние, которого у нас еще нигде не было. Вот эти две инструкции нам позволят обнулить все регистры в этой машине, кроме x1 и xm плюс 1. А эти команды, вот это и это, позволят нам занести в регистр машины b, те, которые есть в машине b и у которых нет машины a, любые значения. И кроме того, мы сможем по окончании перейти в любое состояние машины b. Значит, эта машина назначается k' машина k' Это имеет те же самые инструкции, что машины b, мы никаких новых инструкций не добавляем, но формально добавляем все регистры, которые есть у машины a, чтобы они имели равную длину векторов. И вот главное утверждение, что новая достижимость для машины 2 втриха содержится в новых достижимости для машины 1 втрих, тогда и только тогда, когда не существует решение в диафантов уравнения. Значит, я сейчас переговорю это условие еще тремя способами, а потом проведу рекомендацию, почему это верно, обосновав две импликации. Значит, это можно сказать, что для всех x здесь стоит не 0, или на месте всего третания сказать, что включение не имеет места, если существует решение, или если не для всех это не 0. То есть каждая эквивалентность возбуждает одно и то же. Это все одинаковые утверждения. Нам достаточно доказать две импликации. Одну я беру отсюда, просто так просто рассуждать. Если существует решение, то нет такого включения. А если для всех это не равно, то имеет место такое включение. Значит, на эту тему я уже говорил, почему, если существует решение, то нет такого включения. Мы запускаем машину B и порождаем в x, 1, x, m и соответствующих регистрах те значения, которые дают нам решение уравнения. Тогда в выходном регистре мы можем посчитать значение многочлена B плюс 1. Машина A никогда не смогут, занеся те же значения в регистре x1, xm, посчитать в xm плюс 1, значение равное B плюс 1. Потому что это есть A плюс 1, а она считает только A. И чуть-чуть территория второе рассуждение. Если всегда это не 0, то все, что может достичь машина B, может достичь машина A. То есть машина K2, может достичь K2. Вот мы взяли машину K2, и она дошла до какого-то состояния R1, 2. Значит, первый у нас это наши x1, xm и xm плюс 1. Мы хотим в машине K2 получить тот же самый выходной вектор. Как мы это делаем? Сначала с помощью этих команд мы загоняем во входные регистры этой машины то, что было в этом векторе. То есть мы делаем те же самые значения x. Затем у нас запустится машина, которая будет считать H'. Мы не знаем, что машина K2'а выдала в регистре xm плюс 1. Она-то считает многочисленной B плюс 1, но по условию она может выдать там и любое не большее значение. Наша машина K' считает многочисленной A. Раз решения нет, то многочисленной A по крайней мере на единство больше многочисленной B. И по условию мы можем получить там любое приборожительное значение. В том числе и это, которое выдала машина K2'а. И после этого нам только остается озаботиться о том, чтобы в остальных регистрах было то же самое. А для этого мы используем эти инструкции. Этой инструкцией мы обнуляем все регистры этой машины. Потому что у машины B они были добавлены эффективными. У них как были нули, так и остались нули. А этими командами мы добавляем в регистре номинарные, которые есть только у машины B, все необходимые нам числа. Там мы можем менять все регистры, кроме этих выделенных. Но там мы можем обеспечить себе то, что надо. Так, я чувствую, что аудитория отпала. Но на самом деле это несложное рассуждение. И каждый сможет убедить себя сам в том, что это верно. Мое время на сегодня истекло. Поэтому поведем в следующий раз. Я начну с того, что... Расскажу, какая у нас модификация, чтобы сравнивать не на включение, а на точное равенство. Можно вопрос. Почему мы будем зарезервировать на 1 до регистров? Где мы пользовались? Например, 6 до 3. В прошлом сайте, в том числе, мы будем зарезервировать все регистры на 1 до 3. Они нам потребуются, когда мы будем из этих машин строить сравнение на точное равенство. Вот там мы добавим еще команды с номерами 7, 8. То есть сейчас нам действительно не потребуется, но они будут нужны там. Когда мы будем... Нам надо будет это несложно добавлять, чтобы машина B могла делать то, что делает машина A. И для этого мы добавим еще лишние команды с этими маленькими номерами. Квадраты полиномы тоже там увеличить, да? Какой квадрат полиномы? Ну, мы взяли D, возвели в квадрат, и ставили как A сюда. Да. Так квадраты вылезают как равность A минус B? Ну, так... Сейчас он... Тогда получается, что программа считает как квадраты полиномы. Какая разница? Если при одном равен 0, то квадрат равен 0. Если квадрат равен 0, то при одном равен 0. Ну, да. Важно, что если решения нет, то A всегда, по крайней мере, на низу больше, чем B. Еще вопросы? В момент, когда мы запускали нашу машину, они были пустые. И мы должны в них породить как раз те значения, которые нам дают решение уравнения. Мы должны много-много заполнить эти значения, чтобы потом посчитать многочлен при тех секциях, которые дают равенство A и B. И запоминаем их в этих больших местах. Это не получается, что мы в том числе, сколько угодно большие. Значит, в том числе, сколько угодно большие. Мы какое-то время делаем эти действия, потом один раз выполняем эту команду и уходим на вычисление заполучивания. После этого мы уже их менять не можем. Мы здесь сколько-то раз прокрутились и ушли. Возврата нам сюда уже не будет. То есть, фактически, это как бы способ перебрать все входные аргументы? Ну, как, да, так сказать, нам надо отличить сразу, нам надо... Но мы можем любой конкретный получить. Следующая реакция последняя? Да, хороший вопрос. Следующая реакция по расписанию последняя. Значит, мне сказали, что есть желающие сдавать экзамены. Надо договариваться, где, когда и как. Так что, кто хочет сдавать экзамены, подойдите ко мне после лекции и поговорим на эту тему. Еще вопросы? Я думал, что я сегодня успею все это. Значит, или будет еще пример, который можно рассказать, да, так сказать, неполную лекцию, или будет краткий обзор других неразошимости, которые были получены, но уже без доказательств. Квантов компьютер включения скажется. Что? Квантов компьютер включения скажется. Разумно сказать ничего не могу, могу только рассказать, Рассказать, ну, два слабых, какие были предложения, но... Хорошо, спасибо. Спасибо.